Более трех десятков эпизодов и абсолютная безнаказанность в течение длительного времени. Они работали в команде, успели обогатиться на кругленькую сумму. Жертвами мошенников обычно становились одинокие пожилые люди. Они отдавали все сбережения, чтобы освободить своих близких от якобы грозящей им уголовной ответственности. В Министерстве внутренних дел Чувашии состоялся брифинг, посвященный делу псевдоследователей. Предполагаемым главарем банды оказался 29-летний житель города Бердска Новосибирской области. Из Сибири он звонил жителям отдаленных регионов и представлялся следователем, в руках которого судьба их близких. Затем за деньгами в сумме от 15 до 70 тысяч рублей к потерпевшим приезжали местные таксисты, личности которых также известны следователем. На уловку мошенников попались и жители Чувашии. По интернету находил, какая номерация городских телефонов у нас, и в основном он под последним фактом набирал номерной емкости северо-западного района, которые начинались на цифры 45, и обзвонивал, буквально меняя последние цифры. Примерно за этот период он обзвонил где-то около 370-440 номеров абонентских. Но получается, где-то он даже был такой факт, правда смешной, что он попал в Московский районный суд. На данный момент подозреваемый задержан и под конвоем доставлен в Чувашию. Еще одно преступление и снова под ударом одинокие пенсионеры. В начале этого года под видом социальных работников две девушки 30-35 лет проникали в квартиры пожилых людей и просили показать им имеющиеся сбережения. Затем ловкие мошенницы отвлекали хозяев и похищали деньги. Таким образом, подозреваемые похитили у двух жительниц Чебоксар около 20 тысяч рублей, а у пенсионера из Канаша более 30. Сотрудники полиции уже задержали двоих подозреваемых и доставили их в республику. Ими оказались жительницы Московской и Владимирской области. Если вина девушек подтвердится, то в ближайшее время их ждет справедливое наказание. Дарина Игнатьева, Анастасия Алексеева, Николай Яковлев, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова